доброе утро друзья у нас вот такое вот утро смотрим youtube и это наш завтрак сели два йогурта выпили чай и и сидим это печенье которое даже не планировали есть но я прочитал кстати смешной комментарий кто-то оставил для под видео что рит шапик ты сломал систему в этой коробке должны быть нитки с иголками там печенье блять ну короче не было чего сегодня утром есть и мы поели это печенье чаем и йогуртом кстати у порту есть меркодона тоже много меркодон но к ним надо ехать я там не был то не уже было и таня параллельно лечится от простуды потому что простудилась покаталась на самокатах и простудилась сопли до температуры не горло болит сходили в аптеку и там ей дали просто леденцы а не месил тут дают только по рецепту и девушка не продала и вот они девушка сказала не к врачу выписывает рецепт и еще то нам вчера даже при том что она заболела съездила на маникюр педикюр к девушкам из украины которые делают маникюр здесь порту таня съездила вопреки самочувствию потому что записалась за две недели какой-то за месяц мне кажется туда записалась мне было реально плохо но я не могла не съездить потому что ну где еще сделали хорошо довольны с покрытием и маникюр без покрытия стоил 50 мне кажется дешево вот стали сегодня вроде бы получше я проснулся вижу как таня уже на балконе там что-то убирает подметает потому что там вечно мусор нам залетает или вот эти вазоны ветра каждый день то ли там подметает вот такой у нас утром а мы пойдем сегодня гулять вообще-то цветочки то я поставила свою вазу смотрите какая ваза подходит под эти цветы который день нет солнца уже третий день пасмурно четвертый прогноз смотреть не надо я вижу так мы будем сегодня выходить или нет да куда ну то иди мойся таня только что мне предложила надеть ее кеды чтобы я их растянул поносил в квартире на носки я не знаю влезу ли в них потому что они жестко натирают на мои ноги давай помогу тебе на вот эти носки из карпат это я приехала в них из украины именно в этих носочках карпатские да мне мама купила они теплые и удобные были а где они тебе труд сзади только за день больше не поможет особо раньше у меня кеды то они были всегда только такие потому что на секунде приходилось брать то что есть если есть конверс на секунде то ты просто покупаешь эпоху и натирал ноги у меня 42 где-то 41 с половиной 42 а кеды на секунде всегда 38 39 я покупал 39 и ходил и подумают что у меня тоже 42 размер ноги если у меня 39 ну вот я вот такие носила так еле влазишь капец я всегда носила удобно потому что раньше на секунде найти конверс было сложно ногу опусти и вот так она оденется лучше было сложно если ты видишь конверс так оно нихуя не влазит вообще так не порви только что больно но тогда не носи я сама тогда лучше но я так я тебе скажу что я такие носи ты серьезно да вот такого размера мучился зачем ну потому что что жертва маркетинга пришел тут жертва маркетинга настолько хотел конверсы что был готов ломать себе ноги ребята в комментариях объясните то не я реально не почему зачем почему раньше приходилось так делать и поступать я всегда покупала был такой магазин стиляга и покупала конверсы по тысячу гривен сейчас я эти купила за трещин вот объясните тебе но таня сама ответила на свой вопрос кажется эти горю в секунд идешь и пиздишь шмотки либо покупаешь за пять гривен раньше в этом блять на куче обувь а таня расскажет про тысячу гривен кстати мое время конверсы стоили всего лишь 150 новые 200 я помню по 900 по тысячу я покупала так ты думайся сколько 100 как дешево стоили мое время конверсы новые и все равно не было денег их купить и типа нахуя покупать если можно на секунде на 150 гривен накупить кучу одежду но уже кто-то носил своими вонючими ногами у меня вся одежда была только и у всех моих друзей не меня друзья другие по крайней мере были а у меня не но это я себе это мне напоминает и где какой стране традиция заматывать ноги и делать себе из стопы вот такой стопы о такое копытце копытце такой а нет есть так не делали это тупо меня только перекинуло прошлое а как ты ходил ужасно больно и ты ходишь мучай а так идешь и целый день нет я всегда покупала свой размер это ужасно но это реально ностальгия ощущение ностальгии словил только что то а еще я пытался набивать их газетой там чтобы не месяц постояли вымачивала размачивала различные способы растянуть кеды я вам скажу что это мало помогал не помогает это ни хуя не помогает я кстати когда-то сказал что буду всю жизнь носить кеды и никакую другую обувь но это было до тех пор пока я не попробовал носить нормальные кроссовки после кроссовок я конечно кеды носить не могу просто как бы там ни было какой бы стиль чего бы я не придерживался но блять я думал что кеды это мега удобно всегда я думал что буду всю жизнь их только носить кирюша кстати до сих пор носит только конверсы только потому что он их покупает по акции раз в год потому что зимой в киеве магазины продают конверсы с 50 процентной скидкой он в зимой покупает сразу же по четыре пары вот и носит потом их еще года два типа так дешево из-за этого просто вот вот короче а я хотел всю жизнь носить конверсы не понимал зачем другая вообще обувь я и зимой носил конверс вот такие обычные летние мне нормально было не холодно ничего и говорил всю жизнь буду их носить но когда я был кроссовки я понял все я не могу сейчас после кроссовок носить кеды это просто невыносимо я иду даже если это моего размера обувь я тоже после асик своих я вообще не могу ничего другого носить но мне настолько неудобно не все же кроссовки удобно и я не могу я даже вот я так хотел эти кеды но я в них походила я понимаю что асикс тема и просто в мире и не баланс ну да и самое же важно найти еще подходящую тебе модель и самые удобные кроссовки в мире найти вот мы стане нашли мы стане нашли теперь ничего другого не хотим обувать вообще а еще походить больно а если вспомнил что не было такого вообще понятия как типа не твой размер это сейчас знаешь ну мы переживаем над половинками четвертинками подбираем там 41 с половиной 42 с половиной там ты вроде меряешь 42 вроде все заебись но все равно просишь половинку еще туда-сюда чтобы идеально прям было раньше блять мой размер начинался от 40 до 45 5 размер от их покупал и подкладывал туда газету похуй что это выглядело как ласты а сейчас блять и половинками половинками балуемся прям подбираем что просто идеально подошло и коробка даже у нас не с иголками с печеньем ну наконец-то вышло солнце потому что мне казалось что дождь будет затяжной на несколько недель смотрите сейчас нахожусь возле банка и видите вот эти коробки якобы просто мусор но нет это целая халабуда и там живет человек прямо под банками его никто оттуда никогда не прогонит демократия чувак себе соорудил смотрите вот такой вот жилище вот у него видите вход вот здесь с этой стороны это все прямо под банком прикольно здесь ты можешь лечь абсолютно где угодно посреди площади просто лечь и спать и никто тебя не прогонит это не тот банкомат который мне надо поэтому зайдем вовнутрь открывайте